Генеральный партнер программы «Итоги недели» – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю. Срок сдачи – четвертый квартал 2013 года. Телефоны – 48333 и 48300. Партнер программы «Итоги недели» – магазин «Время подарков». Конец рабочей недели. Пятница – это значит время подвести итоги недели. В студии Кристина Рабина. Здравствуйте. Чем запомнились минувшие 7 дней в кратком обзоре новостей. В Анапе состоялось зональное совещание председателей городских и районных советов ветеранов южной зоны. В город воинской славы приехали председатели из Новороссийской, Геленджика и Тюмрюка. Провел мероприятие герой России Евгений Шендрик. Он предложил мэру города объединить в одну организацию ветеранов Великой Отечественной и локальных воин и воинской службы, а также задействовать ветеранов и в общественной жизни города. Напомню, что в первый же день своей работы мэр Анапа Сергей Сергеев предложил Анатолию Гапонову, председателю Анапского совета ветеранов, стать его заместителем на общественных началах. Состоялось общее собрание Анапского отделения Краснодарской региональной организации «Всероссийский совет местного самоуправления». В настоящее время в нем на общественных началах работает 97 человек. Среди них депутаты, предприниматели, учителя, работники культуры, спортсмены, воспитатели. По итогам года работу местного совета посчитали удовлетворительной. В итоге участники провели голосование и выбрали председателя местного совета. Им вновь стал Леонид Кочетов. Улица Горького на лето станет исключительно пешеходной. В курортный сезон ее будут полностью перекрывать для движения транспорта с 10 утра до 10 вечера. А к майским праздникам город уже готов. Завершаются работы по зеленению. Впереди общегородской субботник. На Кубани День Радоницы объявляется выходным днем. Официальный день поминовения приходится на вторник 14 мая. А в крае, по установившейся многолетней традиции, поминают усопших на кладбище не во вторник, а в понедельник 13 мая. В этот день пассажирский транспорт номер 11 будет работать от остановки гостиницы «Заря» до и честных сооружений бесплатно с интервалом движения 15 минут. А в ночь на Пасху автобусы будут работать до 12 часов ночи. В преддверии Великой Пасхи произошло одно из самых важных событий для православных верующих – установка купола в храме Святой Варвары. В этот день в станицу Варваровку прибыли священники из города и окрестных сел. Во главе с благочином Анавского округа Протеиреем Виктором совершили обряд освящения купола и крестов. В новом храме Святой Великомученицы Варвары будут проводить службы, литургии и праздники. Сегодня маленькая церковь не вмещает всех верующих субсетского сельского округа. Поэтому нынешние помещения переоборудуют под воскресную школу. В пятый год в Краснодарском крае реализуется благотворительная программа «Цветик-семицветик. Вместе поможем детям». А новчане принимают активное участие в сборе средств нуждающимся. Наблюдательный совет, состоящий из представителей органов власти, социальных служб, культуры, образования, студенчества, решает, кому и в каком объеме будет оказана помощь за счет благотворительных средств. Акция «Цветик-семицветик» продлится до 30 апреля. Это был краткий обзор главных событий недели. Смотрите также в сегодняшнем выпуске. Каждому делегату по бюллетеню. Единороссы Анапы выбрали секретаря местного отделения партии. Время не все лечит. Боль жертв аварии на Чернобыльской АЭС не утихает уже 27 лет. Риза из бисера. Традиционную русскую вышивку икон бисером демонстрирует анапчанка Любовь Дагадаева. Анапские единороссы выбрали секретаря местного отделения партии. Голосование проходило на 15-й внеочередной конференции, в которой приняли участие делегаты анапчане от партии «Единая Россия». Провел конференцию председатель Совета муниципального образования город-курорт Анапа Леонид Кочетов. На партийном мероприятии путем тайного голосования определили секретаря анапского местного отделения. На эту должность единогласным решением была утверждена кандидатура главы города Сергея Сергеева. Рейтинг партийной организации на территории Анапы, рейтинг партии в целом, он, на мой взгляд, очень низкий на сегодняшний день. В этом есть ряд причин. Я думаю, что недалеко от истинной, если скажу, что практически все мне известны причины, и у нас есть все возможности поднять рейтинг на действительно высокий уровень. Я уверен, что главный критерий, по которому оценивают нашу деятельность люди, это комфортность проживания на территории, безопасность. И, наверное, один из главнейших критериев – это открытость власти, открытость и доступность власти. Сегодня в России вспоминают трагедию в Чернобыле. Кубанцы в ликвидации последствий аварии приняли самое активное участие. Труженики предприятий, колхозов, представители научных коллективов, кадровые и призванные запасовые на служащие были в числе тех, кто лопатами убирал радиоактивный графит, разгружал и доставлял материалы на Чернобыльскую АЭС. Кубанцы проводили дезактивацию АЭС и населенных пунктов, строили Славутич и принимали участие в других не менее важных и опасных работах. Вадим Родин встретился с теми, кто собственными глазами видел и понимает масштабы катастрофы. Катастрофа на Чернобыльской АЭС коснулась семей почти всего Советского Союза и в большей степени близлежащих республикой областей. Краснодарский край принял и временно разместил несколько десятков тысяч украинцев и белорусов из районов, подвергнувшихся радиоактивному заражению. Первоначально предполагалось принять более 20 тысяч детей и взрослых, из которых большинство составляли дети. На самом деле на Кубань приехало намного больше людей. Только в Анапе летом 1986 года находилось около 12 тысяч человек, в основном дети Украины и Белоруссии. Наши воспитатели, вот мы работали в «Жемчужине России», мы по 10-15 раз ездили туда в зону радиационную, брали детей оттуда и привозили в санаторный комплекс «Жемчужина России» по 2000. Целый состав везли мы детей. И я хочу сказать, что многие воспитатели тоже, конечно, мы были в радиационной зоне, и многих воспитателей уже нет живых. Эвакуированных размещали не только в лучших пионерских лагерях, пансионатах и санаториях, но и в домах жителей края, которые безвозмездно предоставляли на время свое жилье. 4 мая 1986 года я лично послала телеграмму ЦК партии, чтобы мне послали на оздоровление 10 человек детей. Но так как дети были все направлены в санаторные пионерские лагеря, мне послали две семьи. Они вот уже 27 лет, мы с ними ведем переписку. Они приезжали ко мне на день рождения на 70-летие. Но хочу сказать, что из 18 человек, членов семьи, осталось только в живых трое. Радиация не пощадила никого и медленно забирала всех, кто приближался к разрушенному реактору. Вдова Лидия Памфилова каждый год приходит сюда возложить цветы ликвидаторам последствий аварии. Ее муж Павел – один из 250 анапчан, который, героически не жалея себя, работал прямо на реакторе, получив несколько смертельных доз. Выполнял задачу, чтобы обезопасить от радиации будущие поколения. Когда заменялась партия людей из нашего города, 10-15 человек, которые уже получили сверх дозу, и на их место мы ехали. Буквально месяц назад Глушенко, Владимир, для меня он Владимир, страшной смертью умирал последние пять лет. Медицина, к великому сожалению, она бессильна в данном случае. Каждый год у памятника ликвидаторам чернобыльской катастрофы собираются дальние и близкие родственники погибших героев, молодежь, представители администрации и общественности, чтобы почтить память героев, самоотверженно боровшихся с невидимым врагом радиацией. Вадим Родин, Анапа-регион. Сообщи, где торгуют смертью. Новые меры по борьбе с наркотиками будут применять на территории Анапы. Об эффективности антинаркотической работы в материале нашего корреспондента. Каждый раз наш противник, а мы противником считаются и наркодельцом, и тот, кто изощренным методом приучает к наркотикам. Вот наши как раз методы борьбы с ними должны быть тоже предупредительными и в то же время изысканными. Каждый раз должно быть что-то новое для того, чтобы упредить. Упреждающие меры должны. Вот этим мы должны с вами заниматься. С этих слов заместитель главы Сергей Козлов начал антинаркотическое совещание. По его словам, система борьбы с наркотиками должна быть комплексной. Главная задача в такой работе – точно обнаружить место незаконного сбыта наркотиков. Недавняя акция «Сообщи, где торгуют смертью» – тому пример. Самое главное – это выявление источника, откуда поступают наркотики. И сбыт. Вот это выявление – основная наша задача. Где торгуют смертью. Вот это мы проводили эту акцию буквально в течение месяца. Но я думаю, это не одна важная акция. На совещании собрались представители ГИБДД, чиновники и общественные организации. Недавно глава Анапы Сергей Сергеев принял решение создать для ТОСов специальные отдельные штабы. Не только на территории сельских округов, но и на территории города. Так они смогут активно принимать участие в антинаркотической работе. Настоящее положение проблемы. Распространение, продажа и употребление наркотических веществ озвучили в докладах. Одно время у нас была проблема с оборотом спайса. После того, как его включили список наркотических средств, в основном правительство, потом уже появилась наша совместная голодная боль – дизаморфин. Вот тут и тут наши, как говорится, панаскируют после того, как по сравнению, введен в мене рецептурный отпуск сократилось количество находящихся на законах дизаморфина. Работа по профилактике наркомании и пресечению преступлений, связанных с ней, ведется в Анапе круглосуточно. Результаты есть, а значит, работа будет продолжаться. Алина Гумерова, Александр Кореневский, Игорь Куршаков, Анапа-регион. В преддверии праздника Дня Победы в Анапе стартовала гражданская акция «Георгиевская лента». По традиции она проходит во всех городах России. В Краснодарском крае ее проводят активисты общественных объединений «Молодая гвардия» и «Российский Красный Крест» при поддержке губернатора Кубани Александра Ткачева. Сегодня наша съемочная группа приняла участие в акции. Подробнее Алина Гумерова. Черно-оранжевые цвета «Георгиевской ленточки» стали символом военной доблести и славы России. Лента украшает многие солдатские и современные российские наградные знаки и медали. Эта акция объединила россиян разного возраста и социальных групп. Цель компании – привлечь внимание граждан к нуждам и заботам ветеранов Великой Отечественной войны и локальных войн. Вчера мы уже раздали 200 лент. Люди охотно принимают участие в этой компании, вносят благотворительные пожертвования. Каждый день мы будем на родине раздавать эти ленточки, поэтому всех желающих приглашаем поучаствовать. Волонтеры не только раздают георгиевские ленты, но и организуют сбор пожертвований. Собранные средства направляют на приобретение медицинского оборудования для Краснодарского краевого клинического госпиталя, где лечатся ветераны. Конечно. Это память, это дух, это наша страна. Мы гордимся ей. В этом году в городах и районах Краснодарского края гражданская компания «Георгиевская лента» проходит с 25 апреля по 9 мая. За это время полторы тысячи активистов раздадут около 700 тысяч георгиевских ленточек. Я уже три года принимаю участие в нашей благотворительной акции в качестве волонтера молодой гвардии. Я считаю, это очень замечательная акция, так как эта акция помогает нашим ветеранам Великой Отечественной войны, чтобы мы помнили о тех заслугах, которые они принесли для нашей страны. Гражданская компания «Георгиевская лента» несет в себе стремление не дать забыть новому поколению, кто и какой ценой выиграл самую страшную войну прошлого века. Алина Гумерова, Александр Кореневский, Игорь Куршаков, Анапа. Регион. В Пасхе в музее Горгипе открылась выставка икон вышитых бисера. Автор – анапчанка Любовь Дагадаева. Семь лет назад она начала вышивать иконы крестиком, спасаясь от одиночества после смерти мужа. Три года назад родственники подарили ей первый трафарет иконы для вышивки бисера. За это время Любовь Александровна сделала более ста икон. Наш корреспондент Лариса Басова встретилась с автором картин музея Горгипе. Вера не пуховый платок, а душу греет. Эту пословицу вспомнила Любовь Александровна Дагадаева, когда уже завершила вышивать бисером первую икону Богоматерь Утешения. Вот я как начала вышивать, и сейчас прямо не могу оторваться. Вот радуюсь, радость какая-то приходит. Успокаивайся, вышиваешь, представляешь эту икону, молиться ей. На этой выставке 38 икон. Любовь Александровна постаралась отобрать разножанровые, но все дорогие ее сердцу. Николай Чудотворец, Пресвятая Богородица, Серафим Саровский и умиление. Он всегда одной единственной иконе молился, умиление. Вот я вышила и ту, и другую. Всем нравится, и все, когда какое-то событие, просят, чтобы только иконы дарила. Как утверждает Любовь Александровна, научиться вышивать не так уж сложно. Еще в первое столетие христианства иконы вышивались венецианским бисером. Сложнее соблюсти каноны православия в расположении образов, одеяний святых и надписей. Вышивать следом за бабушкой стал шестилетний внук Андрей. Пока его вышивки хранятся дома, а вот лепнина, панорама Бородинского сражения, уже отправилась на выставку в Москву. Сначала вот так бисером, а потом уже начал нитками понемножку. Потом мне как-то расхотелось, и я начал лепить. И очень стал красиво лепить. В творческих планов Любови Александровны дело ответственное – вышить серию икон специально для монастыря. Лариса Басова, Андрей Стародубцев, Анапа-регион. После короткой рекламы прогноз погоды, который выходит при поддержке партнера стоматологической клиники «Визит». Реклама пройдет быстро, не переключайтесь. Дентальная имплантация – это вживление искусственных имплантатов для протезирования зубных рядов. И, соответственно, не во всех случаях возможны эти имплантаты вживить. Предварительно производится формирование альвеолярных отростков по типу костной реконструктивной пластики. Диагностика проходит на единственном в Анапе конусно-лучевом компьютерном томографе. Анапа, улица Ленина, 141. В субботу 27 апреля в Анапе будет солнечно и относительно тепло. Температура воздуха днем 13-15, ночью до 10 градусов по Цельсию. Атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба. Ветер переменный 2-4 метра в секунду. Температура воды в Черном море 12 градусов со знаком «плюс». В воскресенье 28 апреля солнце прогреет воздух Анапы в дневные часы до 14-16, ночью до 13 градусов по Цельсию. Ветер переменный около 4 метров в секунду. Атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба. Температура морской воды у берегов Анапы около 12 градусов тепла. Такой нам запомнилась эта неделя. Блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Это и другие выпуски вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир. Развитая инфраструктура. Близость к морю. Срок сдачи 4 квартал 2013 года. Телефоны 48333 и 48300.